В неэффективной трате средств обвиняют мэрию городские депутаты. Речь идет о сумме в 42 миллиона рублей. Во столько обошелся капитальный ремонт отделения полиции на улице Панькова. Но внимание народных избранников привлекла даже не стоимость ремонтных работ, а то, откуда взяли деньги. Ирина Забродина с подробностями. Старожилы Хабаровска наверняка помнят, что раньше располагалось в этом здании, построенном в 36-м году на пересечении улиц Саперная, ныне Дикопольцево, и Торговая, теперь Паньково. А располагалась школа номер 3. Но в конце 70-х учебному заведению построили новое здание на улице Московской, а это перепрофилировали в отделение полиции. В прошлом году здание капитально отремонтировали, но не этот факт привлек внимание городских депутатов. В их распоряжении оказался документ, согласно которому ремонт провели за счет муниципальных средств, более того, за счет средств управления образования. При том, что здание под образовательные цели давно не используется. Но ремонт должен производиться за счет средств УВД, но никак не управления образованием. У нас есть очень много школ, детских садов, где у нас до сих пор не поменены окна. Родители у нас каждый год, простите, собирают даже на мел, есть школы, где на мел денег нет. А мы вот так вот необоснованно, неэффективно, неэкономно тратим деньги образования. Согласно смете, 25,5 миллионов рублей ушло на ремонт помещений, на замену систем отопления, водоотведения, кровли, окон, ремонт фасада около 10, свыше 7 на благоустройство территории и другие работы. Итого 42 миллиона 100 тысяч рублей. Депутаты сделали запрос в мэрию и получили ответ о том, что здание принадлежит департаменту муниципальной собственности, а значит деньги выделены законно. Целью администрации города было сохранение муниципального имущества и недопущение его отчуждения в федеральную собственность в силу закона. В связи с чем в 2015 году здание школы по улице Панькова, 19, было закреплено на право оперативного управления за гимназией номер 3. УМВД предпринимала попытку взять дом на свой баланс, но получила отказ. Сейчас здание школы находится у полиции в безвозмездном пользовании. Аренда этого здания в любом случае ложится на гимназию номер 3. Почему мы должны оплачивать из бюджета наших горожан, хабаровчан, расходы на содержание здания УВД? Это специальная структура и я думаю, что у них есть собственные денежные средства на финансирование. А мы эти деньги потратили бы на более, еще раз повторюсь, на более такие значимые нужды. Еще один вариант вернуть здание школьникам. В Хабаровске до сих пор не ликвидировали вторую смену. Городские депутаты направили в адрес мэрии повторный запрос. Готовы также обратиться в прокуратуру.